С самого утра активная и инициативная молодёжь не спит. Все спешат познакомиться с городом на Березине. Маршрут – обширная и познавательная экскурсия под крылом опытного гида по Бобруйской крепости, посещение одного из сакральных мест – синагоги, прогулка по заснеженным улицам. Интересные факты, историческая хроника, атмосфера единства и сопричастности не оставляют равнодушным никого. Для нашей молодёжи это очень интересно. Во-первых, это знакомство. Знакомство в теперешнем мире – это очень важно. Ребята знакомятся, ребята меняются своими идеями, мыслями. Они узнают каждую часть Беларуси, потому что каждый раз мы в новом городе. И в каждом городе какая-то своя атмосфера, свои люди, свои эмоции, скажем так. На самом деле Бобруйск очень сильно выделяется. Мне он очень сильно понравился в плане всё такое старинное. Вот синагогу и то, что сегодня мы посетили. Я когда зашёл сюда, в принципе, я очень сильно удивился, потому что никогда в этом месте не был и не особо представлял вообще, что это такое. У меня впечатления очень положительные только от, в принципе, пребывания сюда. Очень много новых знакомств. Без внимания не остаётся и Бобруйский район. После обеда переезд в агрогородок Телуша. Немедля, ни секунды ребята направляются в местную школу, кладезь творчества, креатива и патриотизма. Музей, посвящённый великому русскому писателю Александру Пушкину – аллея спортивных достижений. Настоящая белорусская хата, которая уместилась в небольшом кабинете – малая часть того, чем может похвастаться учреждение образования. На самом деле школа поражает, потому что настолько бережно хранятся традиции, настолько точечный, правильный подход к детям по гражданско-патриотическому воспитанию. То есть здесь не просто говорят об этом, здесь наглядно показывают. Это не может не радовать, потому что это наше молодое поколение, это наше будущее, и они должны знать истории, потому что незнание нашей истории ни к чему не приведёт. Культурная программа продолжается посещением свято-никольского храма. Участники форума с интересом послушали историю святыни. Кроме того, молодые люди поучаствовали в экскурсии потомки Пушкина на белорусской земле. После, по доброй традиции, возложения цветов – дань памяти воинам Красной Армии и внучке писателя. После насыщенной программы подведение итогов. Участники форума в торжественной обстановке приняли резолюцию. Главный посыл, который единогласно подтвердили молодые специалисты – за селом будущее. Эффективная молодёжная политика во многом определяет устойчивое развитие села, которое обеспечивает развитие всех форм занятости, улучшение инвестиционного климата и повышение доходов сельского населения, а также улучшение структуры занятости и расширение рынка труда на селе. Обширная программа сплотила специалистов со всей республики. Такие встречи – не только возможность завести новое знакомство и пообщаться с единомышленниками, почерпнуть для себя что-то интересное, но и понять – результаты достигают влюблённые в землю люди. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360.